Ребята, всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Канал называется CarryCat, зовут меня Карина. Я больше года живу в Калифорнии, вот в такой вот солнечной. Посмотрите, какая у нас шикарная погода. Марк даже сегодня купается. Сейчас будет время лайков. Если ты смотришь данное видео, значит ты на моем канале CarryCat. На него нужно обязательно подписаться, поставить лайк на это видео и рассказать друзьям. Это займет всего лишь секунду твоего драгоценного времени, но так сильно поможет мне в продвижении канала. Спасибо! Хотела сегодняшний выпуск начать с такой предыстории. Недавно мне пишет одна моя подписчица в директ в инстаграме о том, что, блин, было бы так здорово, если бы ты снимала свои влоги, когда ты где-то идешь, где ты находишься, показывала бы заодно там достопримечательности, местность. И приводит в пример мне одного блогера, который здесь в США снимает какие-то влоги, которые ходят вот там, знаете, везде. И она говорит, вот представляешь, она там идет, видит такое лимонное дерево растет, на нем лимоны и говорит, о, смотрите, лимонное дерево, лимон, давайте его сорвем к чаю. Ну и срывает, соответственно, лимон. Честно, просто офигела с этой историей, признаюсь честно, меня она повергла в шок, потому что, знаете, здесь вообще не принято срывать что-то откуда-то, будь то хурма, лимоны, апельсины, яблоки, цветочки, клумбы, трава. Ребят, здесь не принято срывать хотя бы это может быть чье-то дерево, да. И поверьте, 10 лимонов здесь стоят такие копейки, там доллар 4 в костка, поэтому я не думаю, что кто-то пойдет позориться и срывать это с деревьев, чтобы взять там этот лимон несчастный и пойти попить чай. Ну, короче, я, в общем, немножечко так подразочаровалась в очередной раз наших блогеров здесь, русскоязычных в Америке. Ну, да ладно. Сегодняшний выпуск будет о аренде квартир в Калифорнии, конкретно в Кремниевой долине. Давайте я вам расскажу нашу предысторию. Мы приехали когда сюда, больше года назад мы снимали месяц квартиру здесь недалеко через Airbnb, которая нам обошлась в 6 тысяч долларов. И после этого мы начали искать квартиру на долгосрочную аренду. Нам очень понравилось вот это вот место, где мы сейчас живем, но до, конечно же, мы объехали кучу различных комьюнити. В итоге определили, что будем жить здесь, сняли квартиру за 4200 в месяц. Квартира примерно 110 квадратных метров. И срок договора аренды у нас был 14 месяцев. И вот спустя как бы год уже подходит окончание нашей аренды, и нам приходит письмо о том, что вот следующий год, следующая аренда, мы вам поднимаем ее с 4200 почти до 4700. Если быть точным, 4650 они нам предложили. Я, конечно, была вообще в полном шоке, абсолютно. Когда я увидела эту цифру, я подумала, в смысле, алё, бля, типа вы поднимаете на 500 баксов за год на 500? Ну, зарплаты не индексировали. Цены кругом растут. И тут поднимают квартиру и нас ставят перед фактом. В итоге проходит день, два, все, я это как-то осмысливаю и говорю, типа, Миша, а что ты думаешь вообще? Типа, что делать-то будем? А Миша, он, знаете, как всегда витает в таких облаках, короче, такой, блин, ну вообще так дорого, бля, типа, и как бы ничего не делать. Я говорю, пошли сюда в лизинг, а здесь есть отдельный офис, где как раз сидят эти все менеджеры. Так сказать, они смотрят новых жильцов и также со старыми общаются, ну, то есть обслуживающий персонал, который следит конкретно за этим комьюнити. Я говорю, все, Миша, собирайся, пошли разговаривать, что за фигня. Приходим, разговариваем с менеджером и, прикиньте, она нам говорит, я могу вам предложить за 4 580. Представляете, какой без лоха и жизнь плоха называется? То есть по имейлу нам приходит письмо, где написано 4 650. Тут же мы приходим в офис, который находится в двух метрах от нас, где мы живем, и там говорят 4 580. То есть, если бы мы не пришли, мы бы подписали тот договор за 4 650. Хорошо. Мы приходим, типа, говорим, что нет, это как бы, ребята, дорого очень, мы не готовы снимать за эти деньги. В итоге менеджер говорит, хорошо, давайте откроем такой, типа, клейм, так называемый, и, типа, диспут, и будем обсуждать цену. То есть, смотрите, если бы я не сказала, как обычно, Миша, блядь, пошли, будем смотреть, решать как-то вопрос с деньгами, скажем, что мы не готовы снимать за такие деньги, он бы, как обычно, бы просто бы, ну, типа, ну, типа бы, наверное, за эти деньги бы дальше снимал. В итоге мы пришли, пообщались, открыли вот этот вот, как бы, диспут, сказали, что сейчас, там, в течение, там, недели ответят. Проходит неделя, никакого ответа нет. А время-то, как бы, идет. Время, во-первых, идет, а во-вторых, как оказалось, у нас есть определенный срок. То есть, вот, предлагают квартиру, например, снять они за 4 650, и вам ставят определенный срок, до которого вы должны дать ответ. Если вы не даете ответ, это время сгорает, и все. Мы приходим уже больше, блядь, через неделю, говорим, что за фигня, и давайте смотреть другие квартиры. Вот так вот. Хотелось вам немножечко рассказать, вот именно не столько, сколько стоит аренда жилья, а сколько мы еще помимо аренды жилья платим за коммунальные услуги. Смотрите, вот есть аренда жилья. В ней электричество каждый месяц, плюс-минус 100 долларов. Ежемесячные платежи, в которые входят горячая, холодная вода, отопление вот этой вот воды, и также вывоз мусора еще 230 долларов сверху. Кстати, из этих 230 долларов только 120 каждый месяц уходит на вывоз мусора. Прикиньте, на вывоз мусора, который я сортирую по 4 контейнерам. То есть помимо того, что я их сортирую по 4 контейнерам, я еще и плачу, блядь, за 120 долларов. Мне кажется, за 120 долларов они бы могли сами сортировать этот мусор. Ну окей. Плюс интернет. Честно, я не знаю, сколько стоит Wi-Fi. Ну, накинем долларов 50. И плюс еще газ. Газ тоже считается отдельно. Когда я спросила у Миши, сколько мы платим за газ, он сказал, я не знаю, но, видимо, мы настолько мало готовим, что он не знает, сколько мы платим за газ. Может быть, он для нас вообще считается бесплатно. Типа, так мало газа никто не использует, поэтому как бы вообще не платите за него. Еще накидывается сверху 400-500 долларов ежемесячно. Ну, конечно, из тех платежей еще можно сюда добавить сотовая связь, можно добавить еще машины, которые в лизинке, можно добавить страховку на машины. И также, помимо этого, мы платим страховку на квартиру. Это тоже сверху. Поэтому, когда вы слышите цифры аренда, можно спокойно, ну, по крайней мере, в Кремниевый долин, добавлять еще пяти хат сюда. Это на все про все, различные коммунальные платежи, страховки на квартиры и т.д. и т.п. Баря, а где мне взять пакет? У меня нет пакета. Значит, мы идем, думаем, надо посмотреть другие квартиры, а у нас здесь построился новый комплекс большой и продолжает строиться. То есть еще очень много квартир будет сдано в ближайшие полгода. Но у нас договор до 10 марта. То есть вот наш договор до 10 марта. Мы смотрим другие квартиры, которые здесь есть. Сейчас я вам покажу, какую мы квартиру присмотрели. Так, мы приехали сейчас смотреть. Мы пришли, пришли смотреть квартиру. Значит, квартиры. Это такой коридор. Четвертый этаж. Просто у нас устроено вообще все не так. Здесь даже ковры есть, а. Класс. Блин, прикольно. Ну, идти далеко. То есть, если, например, в нашей квартире только зашел, это не квартира, Миша. Вообще-то. Квартиры вот. Если в нашу квартиру просто поднялся по лестнице. Что? Может быть, да, кстати. Какие-то, видите, есть двери отдельные. То есть это не квартиры, а двери с пометкой номеров. Номеров квартир. Зато здесь можно запутаться. Очень много соседей. У нас вообще никого нет. О, вот это я не люблю. Вот это я не люблю. Не люблю, когда обувь ставят. У нас в Польше была соседка, она бы им... Блять, жопу бы нахуй надрала за такие вещи. Целые просто, посмотрите. Так, хорошо, мы заходим. Буду палить номер квартиры. Вдруг мы сюда въедем. Ну, вообще, выглядит все очень чистенько и прикольно. Заходим в квартиру. Пахнет свежо. Чистое. Номер. Плита. Тут еще даже, посмотрите, не отодрана эта штучка. Зал. И вот стройка выходит. Прямо из... Со всех окон видна стройка. Но у нас вон там квартира. Здесь, кстати, я посмотрела по этому... Здесь не будет дорог. Здесь машины ездить не будут. Ну, конечно, да, а где у меня здесь работа? Ну, типа, да. Нам гораздо меньше. Тебе будут на эти кровати, чтобы встанет, и все, больше ничего нет. Здесь только до кровати, а там встанет. Нет, здесь станет кровать, в принципе, здесь станет стул напротив окна. Эта кровать, типа, вот, нужно идти сюда? Не, ну, гардеробная прям очень прилично меньше. Вот это, конечно. Вот это там завешено, чтобы было. Ну, вообще-то... О, зато какое прикольно здесь выключатели такие новенькие. Душ новейший с большой дверью. У нас маленькая дверь в душ. Не, вот это... Кстати, вот эта ванная, она реально больше, чем наша. Вот эта ванная с этой душевой, она больше, чем наша. То есть, такая планировка квартиры просто. Офигеть! Блин! Блин, ну, я не знаю, я считаю, эта квартира лучше. Блядь, ну, эта квартира лучше. Во-первых, здесь есть шкаф с зеркалами. Ну, да, возможно, здесь качеля как бы не встанет, но можно что-то придумать, я не знаю, блин. Я имею в виду, здесь окна какие-то, типа, светлая, блядь, комната. У Марка такая темная комната. Ему вообще, он не может находиться в комнате, она даже по стандарту ГОСТа. Ну, вы видели комнату у Марка, она вся темная всегда, приходится включать свет. Здесь светлая комната падает, вон как хорошо солнце. Я не знаю, если не построят дома, будет ли падать солнце. Балкон маленький, но нам балкон, как бы мы его и не используем, если честно. Конечно, косяк здесь, то, что идет стройка. Не, подожди, если ты хочешь, так, в наши стулья не пойду, да, получается сюда? Смотрите, пойду. А по мне, как он по высоте, как будто ниже? Стульта они вот такие. Хорошо, а... Ну, прям, будешь сидеть. Деволюция? Не, ну, просто не... Не, 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 ну, кухню, как наша. Я просто, что у здесь как? Нет. Здесь открыто все. Здесь особо не положено. Ну, квартира уютная. Не знаю, квартира уютная и... Стиралка новая. Где? Стиралка еще. Блядь, я обожаю новые квартиры, я не знаю. Ну, такая же, как у нас, разданная новая. Наша уже пахнет. В смысле в том, что ты запущешь, Марка там уже жать будет. Это вообще не проблема, будем спирать, как бы... Веселом. Я имею в виду, что здесь ванна у нас тоже. Я имею в виду, что вот это... Смотри, смотри, кран. Такой, ну, вот. Не, ну, смотри, вот эта ванная, она больше, чем наша. Та ванная огромная, эта ванная огромная. Здесь нужно хотя бы... Ну, типа, сами комнаты маленькие, Сами комнаты, конечно, небольшие, но ванны огромные. Вообще, квартира очень уютная, мне очень нравится. А цена вообще охуенная просто у меня. Я считаю, что имеет смысл. Да, и окна новые. Блин, она новая. Чего? Покажи. Вот так вот. А это нижнее открывается, наверное, окно. Конечно, косяки есть в том, что нет гаража, и нужно идти далеко до квартиры. До квартиры нужно идти... А они вообще не открываются. Не может быть. А зачем тогда ручки Миши сделаны, если они вообще не открываются? Конечно, не открываются. Не, не, стоп, вот здесь написано. Press to release. Да по-любому открываются окна. Мне кажется, единственный косяк в этой квартире, что здесь потолки ниже. Мне кажется, что здесь потолки ниже. Зато здесь, посмотрите, здесь тумбочки, блин. Здесь есть косяк. Да, я думаю, что... Здесь громко, потому что стройка, и здесь нет мусорных ящиков. Миша, мусорных ящиков нету. Здесь нет коридора. То есть ты заходишь, ты сразу попадаешь как бы в комнату. То есть тумбочка, которую мы купили недавно. Я имею в виду, не как у нас. И нет Миши этой. Типа для обуви. Куда мы ее только купили. А, мы ее можем туда прикрепить. Да. Ну они ее, бля, все крепят здесь, на улице. Вот здесь ее прикрепим, и все. Да, вот сюда ее прям прикрепим, и все. Иди сюда. Да, и все, и здесь ее прибьем. Полностью сразу закрывается, то есть не по одной. А ты можешь закрыть и комната светлая, блин. Здесь прям, видите, здесь шкаф, и тут, бля, ну вот эта гардеробная явно лучше, сто процентов. И она новая. Квартира новая. Я не знаю, мы могли взять и посмотреть просто сразу еще какую-нибудь квартиру. По цене она стоит 3 900 и сдается на полгода. Ну, это как бы такое. Ковры чистые. Ну, стройка. У нас такая же абсолютно стройка. Вообще, в точеч-в-точеч. Ну, не открывается, да и не открывается, Миша. Вот сеть снял тогда, и все, и все. О! Сейчас такое окно просто падает, и все. Да открывается по-любому. Я же видела, что не открывали, Миша, окна здесь, когда делали ремонт. Сильней. Я боюсь, что это. Да не бойся. Семен Семенович. Семен Семенович. А я все недопер, что оно так. Слушай, блин, ну, клево, что окно открывается хотя бы нормально. У нас-то вообще, конечно. Типа, смотри, ты, короче, например, ты его открутил до определенного момента, чтобы, типа, и он дальше не пойдет. А, прикольно. Ну, так, например, я открыл. Ну, то есть, получается, сетку снимать не обязательно. Нет, я просто пытался посмотреть, как она устроена. Вот с нашей квартиры точно надо съезжать, но потому что она просто уже усранная, и не хочется тратить деньги на вот это вот ковер чистить. Стены уже грязные. То есть, ну, стены уже явно не оттереть. Барька, тебе нравится? Как вообще? Ты место свое куда-то вложил? Мне очень классно. Вот это вот, блядь. Ну, все, мы поняли, что это запасно. Но стройка, стройка, видите? Барьки очень удобно вот так вот, получается. Мы когда в нашу выбирали, мы тоже говорили, очень светлая квартира, блядь. Сейчас опять. Короче, на нашу подняли просто ценник до 4 700. 4 700, а это стоит 3 900. Не знаю. Такое же абсолютно холодильник, зато чистый. За такие деньги, правда, кухню можно было сделать немножечко побогаче. То есть, они здесь будут прям строить еще год, это 100%. Где здесь находится этот кондиционер, меня интересует. Вот кондиционер. Слава богу, смотри, что кондиционер находится здесь. Это как бы пол. Можно, а сейчас рог идет? Ну, слышно. Кондиционер здесь. Возможно, он не закрылся. Ну, у нас тоже слышно. Где ты? Вот. Ну, блин, ну, хотя бы дует не в угол. У нас кондиционер дует в угол просто. Вот где находится стиралка, там тупо чок-чок. Здесь зеркало, Марк, вообще кайф, блин. Ну, посмотри. Марк так любит смотреться в зеркала. Здесь посмотрите, какое огромное зеркало. Офигеть. И для меня самый, как для матери, большой косяк, это то, что у ребенка такая темная комната. Я когда показывала на видео на YouTube Room Tour, то люди мне писали, что, блядь, ну, это типа вообще кошмар. Так не может быть. Это очень темная комната для ребенка. Он там в ней не хочет ни играть, ни находиться, ничего. Ты как... Сейчас здесь в квартире 68. Миша включает на 85 и думает, дует или нет. Вот я тебя сейчас включила на 63. Дует? Да чего кухня-то такая же точь-в-точь? Сейчас опять люди будут писать, что, типа, блядь, такую кухню 4 кесла, это просто... 4, это еще норм, наши почти 5. И у нас такая же кухня. Ну, маленькая, зато Миша переберет все свои вещи. Какие мои вещи, Карина? Которых... Которых у меня нет? Началось. Каждый раз в каждом... Можно не до 20 сидеть? А ты там, блядь, ты сам топчешься, блядь, офигел. В каждом новом видео ты в новой одежде. Какой же новой одежде? Вот сейчас. Да. Ну, че ты думаешь? Да и че, кровать сюда встанет и вон там стол поставишь. Здесь? Ну, здесь, либо вот так. Ты можешь его поставить вот так, чтобы тебе не светило. Вот так. Сюда. Будешь смотреть в стенку, и все. Здесь поставишь, здесь кровать войдет. Нормально. У нас вообще... Блядь, ну сюда, стул на крайне, ты можешь поставить. Туда. Да ну, ну это прям фигня. Стол не проблема. Че ты думаешь? Не забравь, мне нравится. Да, хорошая. Мне нравится, что она чистая и она новая. Она свет. Ну, у Марка это серьезный косяк в той комнате. Я уже как-то настроилась. А где еще не настроить? Ну, год буду строить. Слушай, ну здесь быстрее идет стройка, чем вузы нашего дома. А, это... Не-не, это сейчас солнце здесь идет. А летом оно по верху пойдет. И здесь опять будет попадать. Не-не, ничего, да? Ну, вот здесь солнце всегда. То есть здесь сюда... Сюда, и там по верху пойдет? Я имею в виду, там уже в той квартире не будет сейчас солнца. Там загородится. А здесь будет солнце. Я же вижу, когда я прохожу, я смотрела на эти квартиры. Ну, серьезно, я уже настроилась переезжать. По-любому. Ну, мне не нравится, ну, мне не нравится. Качелью эту надо нахуй убирать. И у Марка комната темная. Там, блядь, не покачаться, ничего там. Постоянно темнота, блядь. Неудачная квартира. Пусть он не сдает за свои 4 700. Я посмотрю на тех дурачков, которые туда въедут. Квартира получается угловая. Потому что, вот, выход, смотри. Сразу с квартиры. Лестница. Ой, как хорошо, что лестница рядом. Мне аж полегчало. С моей клаустрофобией. Нет, я в том плане, что... И чистенько, никто здесь не болевал еще. Соседи, по минимуму. Ну, они далеко. Ну, напротив только. Ну, у нас рядом тоже Миша живет, мадам. В данном здании находится паркинг на крыше. Ну, типа, долго идти. Единственное, что вот нам в сад... Нам в сад возит ребенка, и нам нужно долго будет идти. То есть здесь мы вышли, просто еще выпрыгнули с нашей квартиры, и сразу оказались в машине. То есть здесь придется вот так вот идти. Идти. Вот, смотрите, сколько я иду уже. Вот я иду. 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 До сих пор иду. 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 А вот паркинг. Прикиньте, на нашем этаже есть паркинг. Ну, недолго получается. Миша, вот паркинг. А ты знаешь? А я не знаю. Короче, лифт. И сразу с лифта вот здесь вот паркинг. Прикиньте. Офигеть, блядь. Круто. Они дают место. Тут как бы паркуешь машину. Ой, не знаете, нам места не надо. Я считаю, что это очень по-американски выглядит. Вот этот дом. Ну, типа паркинг такой большой. Понял? Будешь смотреть паркинг? Ну, хорошо, пошли. А что ты хотел посмотреть? Сторожрум. Ну, пошли, спросим. Ну, есть сторожрум. Вот такие вот сторожрумы. А можно его как-то открыть? Надо было с вами открыть. Ключ есть у тебя от сторожки? Нет, может быть. Типа 412-й сторожрум, а рядом квартира 421-й. Миш, а может не относится? Может не относится, как обычно? Ну, как всегда, не относятся цифры. Я не знаю, здесь вообще такой прикол. Типа там квартира под одной цифрой, почтовый ящик под другой цифрой. А, единственное, что не будут приносить посылки к дому. К квартире не будут посылки приносить. А вот туда, Мишенька, возле бассейна будешь ходить. Возле бассейна большая почтовая вот эта. И там они будут просто класться, будут куча посылок и куча коробок. Бери какую хочешь. Мусор так выбрать. Мусор прямо на этаже. Ой, нифига себе! Нифига себе! Больно для этого? А ради? Ой, прикинь. Класс! Представляете, не надо выносить это. Ребята, кто не выкинулся? Миша, все, не надо, говорит, сердце заболело. Зачем ты это говорила? Нет, я в них душу. Все, я внушла. Залучили что-то. Хорошо. Фу, не надо. Мне так, блядь, плакала вчера из всех этих историй. Начала смотреть на ютюбе эти дела от канала Label Smart. Ой, я вчера сплакала, не могу. Единственное, что лифты я не люблю. Ну, здесь такие лифты. И не люблю лифты, которые без этого. Без зеркал. Не знаю. Ну, новый дом, что может случиться. Да? До школы выход из дома будет заниматься теперь очень много времени. Очень много времени. Класс! И типа надо машину будет отогнать с этого, с... Машину надо будет отогнать, получается, с четвертого этажа. Но можно идти паркуваться. Короче, в итоге такие, все, значит, прикольная квартира нам подходит. Да, она меньше, но по цене, как бы, и вообще по всему... Это пиздец. Ну, и по всему, по всему остальному нам это все, типа, подходит. Мы идем дальше разговаривать с менеджером. И, значит, что он нам говорит? Вот просто слушайте. Кстати, это касаемо, знаете, это касаемо всех советчиков, которые мне потом писали в ТикТоке, давали свои советы, как на самом деле нужно сделать. Сейчас я вам расскажу. Вот у нас есть договор. Договор на 14 месяцев. И мне пишут. Вы знаете, по закону штата Калифорния, вы через 12 месяцев можете съехать и вообще не заплатить никакие пенальти. Пенальти – это деньги, дополнительные, так сказать, штрафы. Штрафы за то, что вы съезжаете до, собственно, окончания договора, до окончания срока аренды. В итоге, второй совет, второй совет – платите month by month, типа, месяц за месяцем. Если вы будете платить месяц за месяц, и если вы не будете составлять этот договор, то тогда ваша арендная плата будет низкой. То есть она будет не то, что низкой, а вот, знаете, это мне советуют люди, та стоимость, которую вам поставят изначально за месяц, вы будете ее платить из месяца в месяц, из месяца в месяц, и вам ее не смогут поднять. Как же есть на самом деле? Сейчас я вам расскажу. Если вы захотите съехать заранее, до срока окончания договора, нужно предупредить за один календарный месяц. Ну, то есть за 30 дней вы оплачиваете за этот последний месяц и съезжаете. Первая правда. Вторая. До срока окончания аренды за 45 дней можно сделать трансфер без пенальти, без дополнительных фи, в другую квартиру в этом же комплексе. Это второй момент. Если, как мне советуют люди, платить month by month, то в таком случае каждый месяц они имеют право поднимать аренду. То есть с каждым месяцем это будет уже не 4,700, а это будет 4,800, 4,900 и так далее. То есть они могут поднимать аренду так, как они захотят. Если, например, вот у нас есть сейчас предложение. Предложение за 4,700 снимать эту квартиру. Это предложение действует до определенного дня. По-моему, там до начала января. Если мы не соглашаемся до этого времени, не подписываем договор, то это предложение, оно сгорает. И появляется новое предложение. И новое предложение может быть как с высшей стоимостью, так и с ниже стоимостью. В итоге, если у нас заканчивается срок вот этой вот аренды 10 марта, мы не подписываем никакой договор и не съезжаем с этой квартиры, то каждый месяц они нам диктуют новую стоимость аренды. То есть каждый месяц любую. И мы должны будем платить, ну либо как бы, ну типа, грубо говоря, нас выгонят на улицу. Вот такой момент. В итоге мы находим эту квартиру, и у нас еще до срока окончания аренды остается, получается, что 2,5 месяца. 2,5 месяца. И если мы хотим вот сейчас съехать с этой квартиры, сделать трансфер в другую квартиру, то мы должны заплатить фи за это. Стоимость одного, блядь, месяца. Понимаете? Либо подождать до конца января и съехать, сделать трансфер без физ. Понимаете? Но эту квартиру нам никто держать как бы не будет. То есть если она будет, значит она будет. Если не будет, значит не будет. Но будет какая-то другая, типа того. То есть, и когда я начинаю говорить, что, блядь, вот эти вот, знаете, советчики-то у меня из тиктока. И вот эти советчики из тиктока, которые советуют, мол, типа, ты по закону-то Калифорнии, вы же можете, блядь, по истечению 12 месяцев вообще съехать без проблем и не заплатить никакие пенальти. Когда я им это сказала, ну по сути, да, вы можете идти разбираться, пожалуйста, в суд, но вряд ли вы останетесь в этом комьюнити, вряд ли вам кто-то сдаст квартиру в этом комьюнити, понимаете? Дальше. Логично, что если вы идете судиться там и доказывать свои права, то сюда вы уже не вернетесь. Это понятно. Поэтому то, что говорят, знаете, плати месяц в месяц, вам никто не сохранит эту арендную ставку за месяц, которую изначально пообещали. Вам ее будут поднимать столько, сколько они захотят. Не будете платить, до свидания. Поэтому все эти гнилые варианты, которые я всегда просто читаю, я, честно говоря, в шоке от них. И люди же верят, блядь. Сам это в чем пиздец? Вот. Можно, например, понятно забукать эту квартиру, но квартиру можно забукать только на месяц. А у нас как бы еще вот до, так сказать, чтобы мы сделали трансфер без фи, больше месяца остается соответственно. И мы, мы как жители, прикиньте, мы как сейчас житель этой квартиры, этого комьюнити, мы не можем забукать квартиру на месяц, представляете? Это может сделать, например, кто-то другой за нас и заплатить за этот месяц 600 баксов. То есть как бы вот типа ты букаешь квартиру на месяц, платишь 600 баксов, ну и потом ты в нее выезжаешь, например. Но эту схему якобы если раскусят, если кто-то за нас забукает эту квартиру, и они поймут, что это мы, то нам якобы могут отказать в аренде. Прикиньте? Прикиньте? Ну, то есть для меня это, честно говоря, вот какой-то просто шок. Типа мы сейчас живем в этом комьюнити, мы сейчас платим исправно арендную плату, и нам просто не могут пойти навстречу. Хотя я вам точно скажу, если ты баре сейчас же не пойдешь, ты пойдешь домой. Хотя я вам могу сказать с легкостью, что когда мы только снимали здесь квартиру, вот смотрите, я вам сейчас покажу, короче, это место. Значит, вот дом, вот дом. Квартира находится вот там, на четвертом этаже. Ну, вы видели с балкона, вот стройка, видите, да, вот стройка. И мы сейчас, мы сейчас живем в квартире, за которую платим 4,200. Бассейн открыт, прикиньте, бассейн открыт. Наша квартира, за которую мы сейчас платим 4,200, и они нам ее хотят поднять до 4,700, тоже находится возле стройки. То есть половина квартиры, наша спальня с Мишей, выходит абсолютно на стройку. Каждое утро там ездят автомобили, вот эти вот огромные строительные, и мы как бы это все слышим. И здесь квартира то же самое, которая выходит на стройку, понимаете? Суть в том, что когда мы ее снимали, мы попросту не знали тогда, что вот это вот будет такая стройка. Мы видели, что будет стройка, но мы не могли предположить, что там реально будут строить, блядь, еще вот такие огромные дома пятиэтажные. Поэтому как-то несоизмеримо, типа вы можете снять квартиру чуть-чуть поменьше за 3,900 возле стройки, либо вы можете остаться в своей за 4,700 возле стройки. Что мы решили? Мы решили на данный момент, что мы просто будем ждать окончания вот этого, то есть до конца января. До конца января мы будем ждать, мы им четко дали понять, что мы эту квартиру 100% снимать не будем за ваши деньги. Сейчас мы ждем предложения от них по цене. Если как бы, ну, наше окей сгорит, они там нам предложат что-то новое. Если они, грубо говоря, не оставят нам ту же цену, по которой мы сейчас снимаем, мы 100% с этой квартиры съезжаем. Да, окей, если снимут эту, снимут ту, другую, ну, я думаю, что квартиры в таком большом комплекте наверняка останутся, которые мы сможем еще снять. Мы хотим остаться точно здесь, просто как-то, знаете, платить, типа, ну, окей, когда ты платишь 4,700 хотя бы, например, за квартиру, которая не находится возле стройки, от которого нет столько мусора и столько пыли и столько всего, ок. Но, простите, это как-то вообще странно, не знаю. Мы на такие условия не согласны. Нам нравится этот комьюнити, и мы, как бы, здесь хотим продолжить жить. Здесь очень прикольно, и 100%, ну, потому что даже, даже потому что у нас здесь три бассейна. Я понимаю, что здесь будет, скорее всего, жить очень много народу, но год мы здесь еще точно хотели бы прожить, потому что Марк плавает, и нам важен этот бассейн. То есть здесь очень хороший бассейн, и многие, кто здесь живет, они платят просто за этот бассейн. Вот. И плюсом еще, что, несмотря на количество людей, которые здесь живут, здесь их нету, блядь. Я не знаю, где они вообще все эти люди, но очень мало, очень мало. Мне нравится это. Нам очень нравится, что здесь очень мало людей. Вот. Скоро откроют магазин, кафе и все такое, и, соответственно, здесь будет прикольно. Сейчас я вам покажу нашу квартиру. Маринет, идем. Я уже говорила вам и показывала, вот есть вот такие домики. Смотрите, вот эти домики, они двухэтажные. Они двухэтажные, но они близнецы. То есть в одном доме живет две семьи. Ну, понятно, что это там у них разные гаражи, разные входы. Это все понятно, не имею в виду, что это просто как соседи. Вот такой домик. Вот такой домик. Он стоит 6 тысяч сейчас. Гараж на две машины. Там квадратов не намного больше получается, чем у нас, но может 130 квадратов. Очень сильно, очень сильно цена зависит от квадратуры. Потому что, предположим, наши там 110 квадратов, там, по сравнению, даже, вы знаете, будет квартира там 90 квадратов, она будет уже прилично дешевле, потому что я думаю, что вот так квартира она как раз 90 квадратов. Короче, смотрите. Это стройка, которую они вот так вот, блядь, развернули просто за полгода. Мы вообще офигели, и мы не будем точно жить в этой квартире уже однозначно. У меня уже, знаете, как-то сердце отлегло, у меня уже, ну, просто не хочу. А за вам как это выглядит? Вот этот дом, вот эта стройка, вот дом, вон там квартира. Там квартира мне чуть не задавили, блядь. На четвертом этаже. Смотрите, вот наш. Вот наш дом. Вот, блядь, стройка. Я понимаю, что здесь немножечко больше типа расстояния, но по факту, конечно, нам со второго этажа выходить не так получается долго, просто как там с четвертого. Но мне казалось, что с четвертого этажа, правда, будет далеко идти, но я прошлась, и было нормально. Короче, было не это. Недолго. Ну, тут же они ковер развернули, что-то куда-то он может ковер застилать. Новый ковер. Представляете, как шумит? Вот я иду с микрофоном, и вот так вот шумно. И вот наша квартира. Вот наша, да? И здесь, соответственно, вот. Миша сидит вот тут вот, возле вот этого окна. И, блин, вот стройка. В чем разница? Кстати, хотела вам сразу показать. Смотрите, вот тут идут гаражи. Вот там тоже квартира. Одна. На один этаж, ребята. На один этаж квартира. Эта квартира стоит шесть с половиной тысяч. Ну, там что-то больше шести тысяч. Просто потому, что она как бы отдельно стоящая, вот отдельно над гаражами. Быстрее. Не, здесь не слышно. По большому счету, там, машины практически сейчас уже все, они электрические, либо hybrid. И на газе ездит очень мало машин. Поэтому очень не слышно. И вот просто за вывоз мусора за 120 долларов. Ну, это пиздец, я считаю. Сейчас мы пойдем во второй бассейн. Нам нравится жить в новой квартире. То есть, вот для меня очень важно, чтобы хат была прям новая. До нее никто... До нас никто в ней не жил. Но если что, вот здесь, вот знаете, тоже вот есть дома. Относительно новые, относительно старые. Там тоже сейчас дается квартира. Трубэдру. В принципе. Вот видите, я иду. Опять же, нет никаких проблем у нас с электричеством. То есть, с зарядкой для электрических машин. Говорю, я иду. И посмотрите, почти никого нет. Я понимаю, что время как бы нелетное, но все равно. Такое количество людей, которые здесь якобы живет. Еще сколько здесь будет жить? Нет никого. В тот же лаунж-зону, в которой я захожу, там тоже вещи никого нет. Спортзал. Ну, посмотрим, там кто-то занимается. Никого, наверное, нету в спортзале. Офигеть, абсолютно пустой. Тут прям очень поменяли все. Стулья, столы другие поставили. Поменяли. Здесь поставили столы. Где-то сейчас я здесь саду и посижу. Ну, короче, вот так вот. Поэтому сейчас ждем конца января. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно послушать ваше мнение. Хотелось бы... Понятно, что мне нужно сделать отдельный такой влог, отдельный выпуск про зарплаты. Про зарплаты здесь, в Кремниевой долине, которые чешут вообще вам... Чешут, ну, просто чешут здесь про зарплаты. Потому что вроде у одного блогера, который я считала более-менее нормальной, и я увидела, когда у него видос, что здесь зарабатывают программисты 12 тысяч долларов в месяц. Это пиздеж. Ну, просто. Возможно, гроз, да. Никак не на руки 12 тысяч долларов. И говорят люди, ой, нет, блядь, что такое вам там платить 5 тысяч долларов? Это дохуя. Здесь нет таких зарплат. Здесь нет таких зарплат. Я вас могу сориентировать примерно по зарплатам. Смотрите. Рекрутер, рекрутер такой неплохой, средненький рекрутер здесь, в Кремниевой долине, или здесь, в Калифорнии. Окей, хорошо, будем говорить в Калифорнии. Средненький рекрутер, не сеньор. Будет зарабатывать 50 тысяч долларов в год, плюс стоки, плюс какие-то бенефиты, да. Это мы не можем брать в расчет. Поэтому 50 тысяч, это около 4 тысяч долларов в месяц. 4. Рекрутер. Да, можно больше. Мы говорим про такую, ну, среднюю вилку. Понятно, что будет возможно получаться там 4-5 тысяч долларов, но отнимаем налог. Налог, который здесь составляет 30-40% от этой заработной платы. Дальше. По поводу программистов. То, что чешут, они тут получают, просто обосраться сколько. Это неправда. Это неправда. Я не буду говорить, вы знаете, про зарплату там своего мужа. Я вам скажу просто срез. Срез по кремниевой долине. Смотрите. В среднем здесь программист зарабатывает 150 тысяч. Край 200. Просто охуенный край 200 тысяч в год. Это давайте посчитаем примерно больше, да, больше 10 тысяч долларов. Но давайте отнимать налог. Сколько это будет получать налог? И это край. Реально край. В целом, в среднем, здесь зарабатывают 150, 120. 120 тысяч, 150. Поэтому говорить о том, что один программист в семье может потянуть всю семью, это, конечно, лютый пиздеж. Вот. Ну давайте переводить. Я сейчас, у меня нет под рукой калькулятора. Давайте вместе делить. Возьмите 150, поделите на 12. Это получится примерно там 11, наверное, тысяч. Ну, 11-12 тысяч в месяц. Минус 40%. Вот это будет зарплата на руки. Дальше, пожалуйста, прибавляйте на все 10% по Калифорнии, кроме продуктов и кроме именно неготовых продуктов и получите чистую прибыль. Отнимаем отсюда аренду жилья, которая вообще в среднем по Кремниевой долине и даже взять Сакраменто. Люди за аренду жилья платят больше половины зарплаты. Это в среднем, ребят. Можно больше, можно меньше, плюс-минус. Поэтому эти сказочки, ну, серьезно, такого нет. Цифр таких нет. Возможно, после того, как здесь проживешь там 3-4-5 лет, когда уже будет опыт работы конкретно в Кремниевой долине, то да, это реально. Реально получать большие деньги. Но американские компании не хотят брать людей, у которых нет опыта работы в Америке. Именно в Америке. Вы можете работать на американскую компанию вне Америки. Честно, это не будет сильным большим бенефитом или бонусом каким-то при трудоустройством здесь на работу. Нет. Конкретно бенефитом будет здесь работать. То есть, чтобы здесь поработать, нужно изначально поработать на маленькую зарплату, а потом уже выйти на большую. Поэтому так много, наверное, людей ходят по футбанкам или там брать одежду секонд-хенд и все такое, потому что, я вам говорю, даже если вы программист, очень много пиздежа от программистов. Здесь есть, здесь есть какой-то канал, где девушка берет интервью у программистов, которые рассказывают, что они чуть ли не приезжают сюда и сходу получают 500 тысяч в год. Блядь, ну просто снимаем лапшу с ушей. Серьезно. Таких цифр нет. В Нетфликсе, в Нетфликсе можно зарабатывать пятихат на супервысокой позиции и, конечно, с опытом работы в Америке. И плюс в этот пятихат будут входить стоки. Стоки – это акции компании. То есть, вам каждый месяц или там раз в год или раз в какое-то время будут причислять акции компании. Вы будете, так сказать, акционером этой компании и когда-нибудь вы сможете эти акции продать, можете оставить у себя. Ну, то есть, это up to you. Вот так вот платят. Поэтому есть база и стоки. А стоки – это акции компании, которые как бы просто бумажки, просто сертификаты. Нет, ну как я говорю просто бумажки? Это не те деньги реальные, которые вы сейчас можете потратить и вы можете их потрогать. Ну, возможно, вы их можете продать вот прямо сейчас там на бирже за какие-то копейки. Я не знаю. Но для меня это, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вот эти вот стоки – это журавль в небе. Поэтому вкратце рассказала про заработные платы. Вот вкратце. Сколько кто получает конкретно в IT-сфере, да? Напишите ваши вопросы, давайте обсудим этот момент. Возможно, у вас есть какой-то другой опыт, а возможно, я здесь живу в Америке, мне напишут, и у меня здесь все по-другому. Пишите в комментариях, с удовольствием послушаю и почитаю. Обсудим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Буду держать вас в курсе, что мы решим с квартирой. Я быстренько расскажу просто ситуацию. Значит, сейчас, сейчас нам прислали это письмо. Сейчас нам прислали письмо, и они предлагают платить вместо я не знаю, сколько там изначально, уже какого-то там не 4,700, ну, 4,650. Но все равно больше, чем мы. Попустим, у нас там чего-нибудь. Они предлагают нам сделать ревеню, ревеню, короче, 3, 4, 350. 4, 350. Что? Что? На 200 получается, да? Это только аренда. И суть в том, что я хотела просто сказать, суть в том, что мы должны дать ответ до 22 декабря. Согласны мы на 4,350 или нет. И если, например, мы согласны, то все. Мы потом не сможем уже все, все. То есть, мы здесь еще будем жить до апреля следующего года. До апреля следующего года мы будем здесь жить. если мы не согласимся, то мы войдем просто ва-банк. Рискнем и все. Рискнем. Если не согласимся, то рискнем очень сильно. Рискнем тем, что если тех квартир не будет за 3,900, нам придется с этой съезжать в квартиру за 4,200. В таком случае нам придется потратить дополнительные деньги на... 4,200, какая площадь? Меньше наши. На сколько меньше? Ну, меньше. Я посчитала, наша получается примерно 110 квадратов. А въезжать мы будем примерно в 90 квадратов. Эта квартира большая. Здесь есть коридор, большой зал. Там нет коридора вообще. То есть все люди ставят обувь в подъезде. Да! Цена решает вообще капец как сильно. То есть можно и без коридора жить. Сейчас я помою. Сейчас помою. И она новая. Знаю, как поступить. Очень тяжелый выбор. Сейчас. Ты поняла, что они специально сделали так, что типа... Можно найти хоть один дуршлаг? До 22-го. Почему? Чтобы мы типа не забухали ту квартиру, как я что-то план озвучил. Ну, они же сказали, что вы не можете забухать, Миша. Да, вот можно забухать. Но нам все равно 22-ое не очень поможет, потому что у нас это происходит примерно 26-го января. И если мы забухаем 22-го квартиру, то это ничего не решит. про что я говорю. Они специально так сделали. Как? Что-то до 2-го они там не пользуются. Да. Ситуация сложная. Очень. Если мы откажемся от этой квартиры, которая за 4,350, мы въедем в меньшую квартиру, по сути, в хуже квартиру, за 4,200, только мы еще потратим деньги на то, чтобы разобрать здесь всю мебель, потом ее собрать и заплатить за мув, заплатить за перемещение здесь. И мы можем въехать в квартиру меньше, чем наша, за те же деньги, которые мы могли бы согласиться здесь жить. Но если мы согласимся, то в этом случае мы уже не сможем отсюда съехать. Ну, я бы рискнула. Короче, суть в том, что вот ту квартиру, которую мы смотрели, ее пытаются сдать уже полгода. Смысл в том, что... Но они их все равно сдадут. Люди приезжают и люди смотрят. из-за чего я бы, типа, хотел переехать, потому что у Марка комната здесь темная, а там светлая. Это единственное, что это... А вот у тебя цена... Да, да, да. Но если, например, смотри, если они все те квартиры сдадут за 3,900, то у нас... Подожди, у нас останется только такой же вариант, как эта примерно, с такой же комнатой. Она просто будет меньше. Ну, за 4,200. А? За 4,200. Такой же вариант? Ну, она будет меньше, сколько комнат, а она будет такая же. Ты посмотри, здесь везде балконы вот с такой вот темной комнатой. Та квартира лучшая. Ну, я уже... Мне она понравилась. Но это очень рискованно, блин. Я не знаю, что сказать. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, как поступить в этой ситуации. это очень сложно понять. Особенно, когда... Фишка в том, это очень сложно понять. Когда тебе говорят на английском языке, это вообще... Вот... Вот... Миша общается, я... Тот чувак говорит, я вообще ничего не понимаю, что он говорит. Я говорю, Миша, можешь мне объяснить? Миша ко мне поворачивается? Вари! Вари! Миша поворачивается ко мне и мне то же самое говорит на английском языке. Типа от того, что я не поняла, что сказал тот чувак, я пойму, что ты Миша скажешь. То есть он мне просто пересказывает все на том же английском языке, потому что Миша считает, что на людях мы должны разговаривать все на английском языке. Типа, чтобы для них не казалось странно, что мы там сейчас там на своем языке говорим. Было, когда мы просто хотели снять квартиру, есть возможность заблокать и на два месяца, и они бы могли нам подержать ту квартиру. Ну какая им разница? Я просто не понимаю, блин. Тем более в текущей ситуации. Ну сдайте вы другим людям, тогда ее за 4 там, блядь, 650 или за 4 700. Дайте другим людям. Дайте нам съехать вот в ту квартиру, но забукайте ее, что она точно останется. Ситуация крайне простая, но в то же время очень сложная. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пишите ваши комментарии, обсудим. Хотелось бы попросить без оскорблений, потому что за все оскорбления я кидаю в бан. Здесь YouTube, она такая, знаете, более нецензурированная платформа, в отличие от TikTok. То есть в TikTok, например, очень-очень много комментариев, они просто не проходят, они не проходят по цензуре, то в то время, как на YouTube многое, конечно, здесь, к сожалению, позволительно, поэтому ее собственноручно приходится просматривать все комментарии и оскорбления, оскорбления меня, моей семьи, моей родины, например, кстати, это тоже сюда относится, естественно. Вот я кидаю в бан. Понимаете, потому что плохо могу говорить только я об этом. Ну, вот так вот. Возможно, да, я не смогу быстро вырасти на этом канале, но зато я останусь верна себе и не буду какой-то, ну, типа, знаете, я останусь честной, я останусь правдивой и верна себе попросту. Поэтому спасибо, ставьте комментарии, хорошие, конечно же, лайки и все такое. знаете, хейт тоже бывает разный. Например, можно хейтить меня за внешность, за одежду, за стиль, но я не разрешу просто хейтить. А что там? У меня дорогое сердце. Вот так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok